В столичном районе Перова полицейский автомобиль попал в аварию. По неизвестной причине машина потеряла управление и врезалась в дорожное ограждение. Забор выдержал удар, и машина с мигалкой повисла на нем, зацепившись передними колесами. О пострадавших пока ничего не известно. Авто загорелось на дороге в Москве. ЧП случилось на улице Академика Павлова в Кунцево. Во время движения загорелся легковой фургон. Пламя быстро охватило моторный отсек автомобиля. Водитель успел покинуть салон. Оперативно прибывшие пожарные за несколько секунд потушили возгорание. ДТП на видной улице. Столкнулись автомобили Шкода Рапид и Тойота РАВ-4. Из участников ДТП никто не пострадал. Три человека погибли, еще четыре пострадали в ДТП на 72-м километре Горьковского шоссе. Пассажирский автобус столкнулся с фурой на трассе М7 под Ногинском. По предварительной версии, водитель микроавтобуса заснул за рулем. Машина не осталась. Это что такое было? Это пассажирский, что ли, блядь? Да, пассажирский. Да? Нет, не пассажирский. Пассажирский? Ну, для слава богу. Пассажирский, да? Угу. Если это хоть как-то повлияет на ваше отношение, самосвал КАМАЗ повредил воздушный участок трубопровода горячего водоснабжения на юге Москвы. Инцидент произошел в Каначиковском проезде. Самосвал с поднятым кузовом снес с креплений две трубы. Трубопровод оказался поврежден, вследствие чего произошло изливание теплоносителя на проезжую часть. На месте аварии работают оперативные службы. Движение от третьего транспортного кольца по проезду перекрыто. На юге Москвы сгорел легковой автомобиль Chevrolet. Иномарка загорелась во время движения на Нагатинской набережной в районе дома 34. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. ТрадиUC ФБРОЛ Совeter Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДТП на 72-м километре Минского шоссе Водитель автомобиля Toyota Corolla столкнулся с грузовиком, после чего его выбросило на обочину Инцидент произошел на перекрестке село Можайским шоссе В результате ДТП пассажирка автомобиля, девушка с 17 лет от полученных травм, скончалась на месте Рубрика регионы, Башкирия На трассе Буздякчик-Магуш-Дюртюли произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen Jetta и Deo Nexia В результате аварии водитель Nexia от полученных травм скончался на месте происшествия Его пассажиры, 53-летний мужчина и 54-летняя женщина госпитализированы с различными травмами Также медицинская помощь потребовалась пассажирам Jetta, двум женщинам, 24 и 66 лет Сам момент аварии попал в объектив видеорегистратора Volkswagen Jetta На 24-м километре внешней стороны МКАД в районе пересечения селе Каширским шоссе произошло ДТП Столкнулись БМВ, Тойота Камри, ВАЗ-2105 и бортовой фургон ОАЗ Два человека получили множественные травмы, один из которых был госпитализирован в тяжелом состоянии на вертолете Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД Из-за аварии движение транспорта было затруднено на один километр На plotах двигателей восторгопôt И среди недокровода Стоит делировано на обращение массаж записался Отнесли по стартовски Выйгод и полосу Из-за аварии солнечный от owners В подмосковной электростале автобус врезался в здание кинотеатра «Современник». Внутри автобуса было 20 пассажиров. Пострадало 10 человек. Внутри автобус врезался в здание. Внутри автобус врезался в здание. Продолжение следует... 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 Сгорела квартира на втором этаже в доме номер 53, корпус 2. На месте происшествия работают пожарные, а также полиция и скорая помощь. На момент тушения пожара девушка с третьего этажа не могла выйти на улицу и стояла на балконе. По коленчатой лестнице пожарный забрался на балкон и благополучно вывел девушку на улицу. Продолжение следует... Продолжение следует... На улицах Москвы работают колонны снегоуборочной техники. В дневные часы в столице прошел снегопад. Высота снежного покрова увеличилась. Коммунальные службы проводят работы по уборке проезжей части от выпавших осадков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Улица Декабристов, дом 17. Кроссовер сбил пешехода, который перебегал проезжую часть вне перехода. Медпомощь пешеходу оказали на месте. Скользкая дорога и неправильно выбранная дистанция стала причиной мелкого ДТП на улице Декабристов. На пешеходном переходе столкнулись два автомобиля. Пострадавших в ДТП нет. Автомобили заняли ряд на левый поворот. Наблюдается небольшой затор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ликвидация последствий ночного ДТП на Минском шоссе. По имеющимся сведениям около часа ночи водитель фуры при движении по Минскому шоссе в сторону Москвы не справился с управлением и врезался в шумозащитный экран. Информации о пострадавших не поступало. Продолжение следует... В центре Москвы в районе Замоскворечье произошел пожар. Загорелась одна из квартир в доме на Малой Ордынке. Из дома произведена эвакуация жильцов. Движение по Малой Ордынке перекрыто в обоих направлениях. На месте работают оперативные службы. Движение по Малой Ордынке. 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 Движение по Малой Ордынке.